Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ. Я Алексей Аверьянов. Сегодня у нас потрясающий обзор, потому что это будет самый дорогой дом на канале. Мы оказались в интересном поселке Дарино-Успенской, на первом Успенском шоссе. И это тот случай, когда о поселке мало что известно. И среди целевой аудитории, и среди даже профессиональных брокеров. Поэтому придется об этом поселке подробно рассказать. Второй момент интересный – это то, что этот дом, который мы сегодня будем обозревать, проектировался итальянским архитектором. Редкость для домов на продажу, но абсолютно обоснованного в данном случае для этого делюкс-сегмента. И в этом обзоре я хочу до вас донести все задумки и концепцию автора. Сегодня вообще будем разбираться в ценообразовании делюкс-сегмента, из чего складывается цена. Действительно, каждый раз это уникальный продукт, у которого нет такой вот оценки, что называется, на глазок. И еще момент – я выбрал для себя определенную специализацию по продаже супердорогой недвижимости. Об этом расскажу вам в выпуске. Ну что, готовы? Поехали! Мы впервые снимаем такой большой по площади участок. Огромные гаражные ворота, выдержан идеально принцип золотого сечения. То есть это трапеция, нет прямых углов. Я представляю, как можно сюда вот приехать вечером после работы. Ты сидишь, у тебя солнышко заходит. Вообще, жизнь удалась. Краткие характеристики проекта. Основной дом – 1500 квадратных метров на 64 сотка. В нем пять спален, шикарная столовая-гостиная с дровяным камином и панорамными окнами, хозяйская кухня и дополнительная кухня для шеф-повара, кабинет, детская игровая комната, сауна и хамам, массажный кабинет, спортзал, лифт, постирочная, гараж на три машины места, двухкомнатная квартира для персонала, плюс еще строящийся гостевой дом со спа-комплексом и бассейном площадью 850 квадратных метров, длина бассейна 22 метра, дровяная баня, спортзал, бильярдная, кухня, гостиная-столовая, каминный зал, барбекю на террасе, две спальни с санузлами и гардеробными, гараж на четыре машины места и комната для охраны. Друзья, мы впервые снимаем такой большой по площади участок 64 сотки, и чтобы у вас вся картина сложилась, я распечатал в Генфлан и сейчас покажу. Вот, собственно, сам участок, и на нем два строения. Одно – это основной дом, 1500 квадратных метров, он полностью построен под тапочки, я вам его во всех деталях покажу. И второе строение, 850 квадратных метров – это гостевой дом с бассейном. В прошлом сезоне застройщик залил фундамент и планирует возвести и полностью доделать этот дом под ключ, под тапочки также к концу этого года. Но обратите внимание, и при наличии этих двух зданий, как архитектор создал среду обитания на конкретно взятом участке. Во-первых, здесь проходит дорога, и сюда обращены основные технические помещения, то есть все жилые и общественно значимые помещения, они смотрят на участок и на лес. С этой стороны на втором этаже помещение для персонала. Плюс вроде бы как два отдельных здания, но они работают вместе. Эта часть интимная для хозяев, эта часть для гостей – все четко разделено. И прежде чем мы начнем, хочется сделать одну небольшую оговорку, потому что, во-первых, мы снимаем в межсезонье, но сегодня прекрасная погода, и я думаю, что этот дом предстанет в самом ярком свете. Но здесь ведутся еще дополнительно работы. На территории конкретно этого участка еще разбит строительный городок, потому что идет строительство еще двух домов. Но я думаю, что вы у меня обладаете полностью фантазией и сможете представить, как это будет в будущем. Ну а для наглядности дополнительно выложу еще и визуализации с ландшафтом. Представите, как это все будет выглядеть. Так что вы теперь в контексте. Поехали дальше. Так, друзья, представляем, как мы на машине выезжаем на эту площадку. Посмотрите, какая она огромная. Здесь легко можно будет разрулить даже какой-то усиленный трафик. Огромные гаражные ворота, между прочим, 7 метров 80 сантиметров. Гараж на три машины места – это то, чего часто не хватает в больших домах. И посмотрите, можно было бы сделать стандартные ворота, они, кстати, до 6 метров всего-навсего, и разделить на двойную и одинарную, но застройщик не видит здесь возможности для компромиссов и заказал индивидуальные ворота вот такой ширины. Вообще здесь не будет проблем с парковкой, потому что три места здесь, два под навесом, четыре в гараже в гостевом доме и еще площадка на пять машин и мест с отдельным въездом. Итого 14 машин можно будет спокойно разместить. И обратите внимание на этот навес. В его части есть определенное пространство, закрытое такими металлическими листами. И здесь что сделали? Спрятали внешние блоки от кондиционеров, все равно их куда-то надо прятать, и специальное место для того, чтобы установить мусорные баки. На самом деле тоже об этом очень часто забывают и очень удобно. Сюда ставятся мусорные баки и, соответственно, весь мусор из дома аккумулируется здесь, не находясь в контуре дома. Мы с тобой сколько лет уже снимаем? Лет пять, наверное? Лет пять, да, пять лет будет у нас в июне. Первый раз вот такая вот история с этими. Этим, на самом деле, грешат архитекторы, которые не очень глубоко вникают вообще во все сценарии жизни. Вот, ну и потом оказывается так, что все эти нюансы, они всплывают уже при эксплуатации. А куда мусор выкидывать? Или, например, компостную яму какую-нибудь, да? Ну, в самом начале же запроектировать, на участке место заложить. Ну, сразу видно, что европеец спроектировал. Да, итальянцы молодцы. Так, друзья, вот здесь самое удачное место, чтобы рассказать вам о фасаде этого дома. Он сделан из интересного кирпича в фабрике Сан-Ансельма. И это такой ригельный кирпич удлиненный. Он сделан из особых сортов глины, ручная формовка. То есть каждый кирпичик абсолютно разный. На весь дом ушло аж 42 тысячи штук кирпича. И он за счет своей длины позволяет архитектору работать с формой стены. Потому что у тебя есть маленький кирпич, ты его кладешь в определенном паттерне, да? А здесь ты можешь разные разбежки делать. И это, конечно, создает вот эту глубину фасада, хотя они все в одной плоскости находятся. Важный элемент этого фасада еще обрамление окон. Выполнено оно из слэбов гранита горбо. Полностью такие порталы сделаны, очень красиво смотрятся. И уже никакие отливы дополнительные не нужны. Брусчатка, кстати, тоже везде выполнена из этого же гранита. А окна — это Cova Windows немецкой фирмы. Так, друзья, давайте немножко про ландшафт поговорим. Собственно, здесь есть определенный рельеф. И это, на самом деле, огромное преимущество любого классного индивидуального проекта. Я вообще смотрел сериал The Most Extraordinary Homes of the World. И там чуть ли не 80% всех домов, которые показывали, они были именно на рельефе или вписаны в ландшафт. Здесь то же самое. Выполнено террасирование. Вообще, залито 10 кубов бетона, подпорные стенки. Они тоже облицованы итальянским кирпичом в ручной формовке. Вот эти вот крышки — это все натуральный материал. Это базальт, ступени из гранита. Везде только-только натуральный материал. Очень интересное решение по террасе. Оно выполнено на подсистеме. Для получения результата ровный пол-горизонт. То есть абсолютно ровная поверхность. Но при этом внизу сделан дренаж, то есть естественный уклон для отвода влаги. Само покрытие тоже базальт. Пьетро базальтино. И представляете, здесь его площадь 600 квадратных метров. Целые шесть соток базальта. Много, наверное, да? Ну, шесть соток. У кого-то участок целый. По центру террасы клумба, в нее высадили иргу, ламарка. Она является кустарником, это не дерево. Но при этом она может вырасти аж до 20 метров. Обычно это 2-2,6 метров стандартная высота. Очень красиво цветет. И как раз такой центральный элемент террасы, который может создать такую интересную обстановку вот там вот внутри. Давайте посмотрим. В основном терраса у нас открытая, но какая-то ее часть, она закрытая под навесом. Здесь находится стол и уличный камень. И абсолютно прекрасный вид на деревья. Сейчас все распустится, будет просто красота. И по сторонам света у нас получается там юг, вот так вот запад. То есть на этой террасе очень много солнечного света. Получается так, что будем провожать закат в той стороне. Это часть гостиной, полностью панорамные окна. Как раз они вот на ту сторону будут обращены. А еще на солнечной стороне у нас находится спортивный зал, а также две террасы. Одна при мастер-спальнях, а вторая при детских комнатах и кабинетах. Так, друзья, специально отошел чуть подальше, чтобы весь дом был как на ладони. Обратите внимание на эту архитектуру. Простая геометрия, определенная брутальность. В отделке нет ничего лишнего. Посмотрите на это обилие окон в сочетании с каминной трубой. Бергола на террасе второго этажа. Вроде бы достаточно простой элемент, но уже объем дома играет совершенно по-другому. Вообще в Россию и классическую, и современную архитектуру привезли итальянцы и французы. У них не принято, как говорится, играть в кубики, как делают многие российские архитекторы. Они смотрят на архитектуру гораздо шире и глубже. Автор этого проекта – Лазаро Робони, архитектурная студия Арбони Аркететти. Они уже более 20 лет работают на российском рынке. Представили больше 15 проектов. Это 20 тысяч спроектированных квадратных метров. Это только то, что лежит в публичном поле. А есть еще и закрытый проект. Это, пожалуй, самое плодотворное иностранное бюро, которое работает в дорогом сегменте. При этом они работают как в дворцовом стиле, так и в стиле, близком к минимализму. Я, кстати, кинул клич у себя в телеграм-канале. Советую обязательно подписаться. Ссылочка будет в описании. И спросил, кто-нибудь знает какие-то объекты, построенные иностранными архитекторами. Получились только точечные проекты. Например, всем известный дом Доронина от Заха Хадид. Дом Амеба издателя Новикова в Жуковке от немца Юргена Майера. Вилла в Пирогово голландский архитектор Эрик ван Эгерат. Ну и также сами Пагана, которые тоже застраивали несколько домов в Пирогово на Рублевке. Да вот, собственно, и все. Очевидно, что есть непубличные проекты тоже разных иностранных архитекторов. Но если вы вдруг тоже поделитесь в комментариях, какие еще проекты частной архитектуры есть от западных бюро, буду рад и составлю целый список этих объектов в Подмосковье и вообще в России. Так, друзья, двигаемся дальше. Собственно, вот граница самого участка юридическая. Она обложена такими габионами. Но самое интересное, что архитектор проекта считает, что участок ограничен не фактическими заборами или юридическими границами, а именно визуальным отсутствием препятствий. И здесь в этом проекте все сложилось. Во-первых, очень интересный рельеф. И дом находится на возвышенности. И у него дальняя перспектива обзора. То есть видно вообще лес в нескольких километрах от этого дома. И, собственно, даже будущие постройки этот вид не закроют. И еще одно преимущество – это граница вот с этим участком. Потому что это сельхозземля. Здесь идет такой естественный овраг. С той стороны уже поселок Николино, новая очередь. И это, поскольку сельхозземля, то вряд ли она будет застроена. Поэтому либо можно просто любоваться здесь и сделать какое-то небольшое такое благоустройство, почистить лес, вот, по сути, твой участок – бери, заходи, да пользуйся, да. Вот, ну а если хотите, например, его огородить, чтобы вообще здесь никто не мог ни построиться, ни зайти, то тогда можно этот участок выкупить. А выкупить можно, ну, примерно гектар-полтора. То есть получится двухгектарное домовладение. Очень круто. Друзья, теперь давайте поговорим про озеленение. Вообще, какая основная задача озеленения? Это сделать так, чтобы архитектура современная вписалась в ландшафт. Собственно, здесь эта задача выполнена очень хорошо. Здесь работали ведущие архитектурные ландшафтные бюро. Высажено 55 крупномеров и 1400 кустарников и цветов. Причем большая часть растений была привезена из западных питомников. Это Лорберг и Лапен в Германии и Мангровия Гроуверс в США. Ощущение натуральности и естественности достигается точным подбором ассортимента, плюс их структурным и декоративным размещением по участку. Для удобства ухода за растениями сделан, естественно, автополив фирмы Хантер. Он занимает площадь 4000 квадратных метров. Все корни растений отсыпаны декоративной корой. Посмотрим еще эту сторону фасада. Здесь, конечно, еще ведутся работы. Буквально недавно только снег сошел и скоро дорожку доделают. Как раз и хорошо, что мы видим не совсем доделанный процесс, потому что я вам могу показать эту подсистему, как она выполнена. То есть вот здесь есть гидроизоляция, разуклонка, дренаж. Вся вода стекает внутрь. А вот здесь абсолютно ровные плиты, которые стоят на таких ножках. Они, соответственно, делаются разной высоты. Вот так вот заворачиваются и все в углах ставятся. Так что вот такая вот система интересная. Так, ну здесь уже завершили работу, поэтому можно спокойно ходить. В отделке с фасад дома также используется еще и дерево. Это влагостойкий тик. А здесь вот этот фасад очень интересный по форме. Он идет вот таким вот полукругом. То есть не просто прямая стена, а очень интересная геометрия. Этот дом стоит недалеко от соседнего дома. Но удивительно то, что их проектировал один и тот же архитектор. И, соответственно, их застраивают одновременно. Поэтому здесь все учтено с точки зрения расположения комнат. Жилые комнаты и окна в окна друг на друга не смотрят. Плюс с этой стороны уже высажены кустарники. Они будут подрастать. А вот с той стороны уже на участке на соседнем делается зеленая изгородь и стулья. Она будет продолжена полностью сюда. И с первого этажа уже вида никакого не будет. А на втором, собственно, фасаде и нет никаких основных окон жилых помещений. Все выходят на основной участок в ту сторону. Ну, прежде чем заходить через главный вход, расскажу про это интересное сооружение. Вот вы меня ругаете за англицизм. А вот на самом деле лучшего аналога в русском языке я не нашел. На английском языке это блогеры называют water feature. Или по-русски переводится как водная фишка. Ну, вот называть это водной фишкой я как бы не решился. Водоем или бассейн? Ну, Артем, ну какой бассейн? Хотя, на самом деле, если серьезно, то здесь целая как бы система, естественно, с водоочисткой, с рециркуляцией воды. Сейчас как раз будет потеплее и уже ее заполнят. Да, поскорее бы. Красиво, наверное, будет. Рыбки сюда, если запустить. А легко вообще, рыбки, да. Вот как раз и японская тема будет этих карпов кои сюда запустить и кормить их тут. Так, ну что, теперь пройдем через главный вход в дом. Нас встречает шикарная дверь с большой удобной ручкой. Здесь же отпечаток, сканер пальцев, очень удобная штука. Ну что, друзья, приглашаю вас. Итак, это основной вход в дом, но есть еще вход со стороны гаража через небольшой тамбур. Здесь дополнительные такие ящики для хранения одежды, обуви и так далее. То, что, собственно, как раз зашел из паркинга, разулся и прошел уже в основную часть дома. Когда делают основной вход, который смотрит на стену, это на самом деле не очень правильно. Вот, и многие архитекторы говорят, что должна быть перспектива. Но здесь повесили огромное круглое зеркало, и это, конечно, немножко расширяет это пространство. На самом деле, самое главное пространство у прихожей – это не вот этот небольшой тамбур, а вот эта вся часть. Посмотрите, как оно интересно смотрится. Много света за счет углового окна. Здесь в уголочке стоят два кожаных кресла Baxter, коллекция Diner, столик небольшой кофейный от компании Vitro, коллекция Geridon Bass. С этой стороны стоят две большие тумбы фирмы Casino, очень вместительные. То есть туда можно все разместить. Ну и плюс поставить сумочки, ключи и так далее. На тумбе приятная настольная лампа фонтаны Arte. И, ребята, посмотрите, по дому сделан даже свой буклет. Вот какого уровня маркетинга. Наверху потолочные светильники Vibia, коллекция Flat, действительно такие плоские, прижатые к потолку. Очень много на себя внимания не занимают, но и сохраняют пространство. Хочу отдельно остановиться вот на этом интересном светильнике компании Nemo. Называется модель Applique de Marcel, марсельская аппликация. Компания Nemo работает с тем, чтобы взять какие-то оригинальные решения архитекторов прошлого и воплотить их в текущих современных технологиях. И удивительно, что автором марсельской коллекции является основоположник модернизма, известный французский архитектор Le Corbusier. И, собственно, в этой коллекции есть Lamp de Marcel, известная лампа, которую он сконструировал, спроектировал, когда воссоздавал многоэтажную застройку Марселя после войны. И, представляете, архитектор занимался не только проектированием вообще самих домов, но еще и лампы разрабатывал. А вот эту марсельскую аппликацию Le Corbusier уже создавал для собственной квартиры в Париже. Она имеет форму песочных часов и, получается, одновременно светит и вверх, и вниз. У нее разные режимы. Можно только вверх, только вниз или, как сейчас, одновременно в обе стороны. Еще хочу обратить ваше внимание на подход с точки зрения декора в виде различных картин. Их в этом доме больше 35 штук. Вообще, какие бывают подходы? Первое, значит, это картины от автора, так называемый оригинал, оригинал. То есть, когда сам автор картины ее рисует, вот она в единственном экземпляре существует. Дальше идут оригинальные копии от самого автора. То есть, когда автор повторяет картину, делает копии, они существуют в ограниченном экземпляре. Например, не знаю, 100 штук он там нарисовал. Они, конечно, ценятся больше, чем в репродукции, потому что имеют ограниченный тираж. Дальше есть копии или реплики. Это когда неизвестный художник повторяет работу автора. Уже в той же технике, те же самые цвета, те же самые размеры. В случае с копией иногда он может подражать оригиналу, то есть выдавать себя за оригинал. А в случае с репликой, наоборот, может быть вольность в интерпретации, какие-то другие размеры, чуть другие цвета, чуть другая техника. И в этом случае изначально уже говорится, что да, это реплика. И дальше идет репродукция или open-edition print, то есть когда берется оригинальная картина, и она либо на цифровой печати, либо методом Жикле, когда идет печать, а дальше уже дополнительно наносится слой краски. Вот, ну и они воспроизводятся в любом качестве и в неограниченном количестве. Собственно, здесь репродукции от известных художников, которые продавались за очень большие деньги на аукционе Соббис. Ну и начнем с первой картины, лучшего фонтана, пространственная концепция ожидания. Из холла есть проход в гардеробную, она ничем не перекрыта. И вы все время пишите в комментариях там, что вот вещи висят и не закрываются, они будут пылиться, там, выцветать. Вот, пожалуйста, все закрыто специально для вас. С левой стороны храним одежду, то есть здесь у нас вешалки. А с этой стороны полностью все шкафы под обувь, очень удобно. Сразу как бы здесь выбрал обувь, там одежду. Присел на огромный пуфик парада, несколько человек сразу может здесь усесться. Вот, много света за счет этого окна. И огромное зеркало, оно не только расширяет пространство, но и еще очень удобно на себя посмотреть. Можно и отойти, в полный рост себя полностью увидеть, очень круто. А вот здесь вот посмотрите на этот портал, который, собственно, объединяет два помещения. Это вот реальная толщина стен в доме, вот здесь можно это оценить. Очень мне нравится в этом доме концепция расположения гостевого санузла. То есть он спрятан в отдельной нише за дверью такой, которая не очень видна. То есть он вообще ниоткуда не просматривается и прямо вот в аппендиксе в таком далеко-далеко. Ну и, соответственно, все здесь очень прилично, очень светло, много пространства. Для гостевого санузла то, что надо. Расскажу некоторые моменты, особенности подхода архитектора и принципы, которые он заложил в этом доме. Это смотреть с разных ракурсов. И вот я вам тоже советую, уважаемые зрители, попытаться посмотреть с разных ракурсов. Мы тоже все это снимем, и вы увидите, как дом смотрится с каждой из сторон. Дальше – это уход от симметрии. Здесь очень много таких не перпендикулярных линий, расширяющиеся комнаты. Третий принцип – это только натуральные материалы. И четвертое – здесь все не случайно. И отсюда мы можем попасть на кухню. Казалось бы, закрытое помещение, то есть его можно полностью изолировать со всех сторон. Но посмотрите, какое количество здесь света. Во-первых, вот здесь дверь, если открыта, из технической части, оттуда что-то идет. Из гостиной, соответственно, идет свет. Вот здесь по этим двум сторонам идут такие верхние окна, откуда тоже свет идет. Если вот эту дверь открыть – свет из холла. И самое главное – посмотрите, огромное окно из гостиной, из столовой зоны. Его можно перекрыть, чтобы не было никаких ни запахов, ни шумов. Вот, а можно открыть. Вообще, абсолютно классное решение с точки зрения и подачи блюд. И вообще общение, например, если хозяйка что-то готовит сама, да, то может спокойно здесь вот общаться с своими гостями. И потом все это вот там поел, сюда посуду загрузил, ну и дальше здесь уже можно рассортировать. Очень удобно и очень классно обратить внимание на такое решение. И вообще вот эргономика кухни просто потрясает. Давайте немножко свет тут включим. То есть по центру стоит вот этот остров, который используется как для готовки, так и есть небольшая такая барная зона буквально на три стула. Вот очень много мест для сервировки с этой стороны. Соответственно, здесь можно все готовить, как бы здесь вот орудовать там грязной чистой посудой. Вот, в общем, передвигаться прям по кругу, выходов много. Оттуда, отсюда заносить продукты – просто потрясающее классное решение. Ну и плюс, собственно, все задвинули, полностью изолировались здесь и спокойно себе занимаемся готовкой. Так, что касается кухни. И здесь вообще вот сама кухня и вообще вся столярка по дому – это компания Belvedere Exclusive Interiors. В том числе лестницу, кстати, они тоже делали. Вот, ну это просто абсолютно классное качество фасадов, шпон. Выбор одной фирмы по столярке во всем доме позволило сделать единый, похожий по текстуре поверхности, единый цвет. И, ребята, я даже спрашивать вас не буду, какое это дерево. Это очень редкое дерево. Тулепье, вот, или тюльпанное дерево. По-другому это еще и называют «желтый тополь». В общем, очень классная такая вот текстура, почти без сучков. Вот, ну и очень гармонично смотрится. И самое главное – это действительно то, что везде одинаковый цвет по всему дому. Давайте теперь по технике пройдемся. В основном вся кухонная техника представлена компанией «Гагенау». Например, вот такой вот шикарный холодильник с морозильной камерой. Вот так вот, вот так вот сюда лед генерится. Дальше, соответственно, варочная панель, индукционная. Тоже можно в любое место все поставить, и все будет вариться. Сверху это все накрывает большая минималистичная вытяжка «Фальмик». Тоненькая, много подсветки. Сама кухня очень удобная, эргономичная. Много различных вот таких подставочек. Сразу все можно разложить. Вилки, ножи, ложки. Вот, очень интересные есть системы. Например, посмотрите, вот так вот тянем их за ящичком. И там уже второй выдвигается. Хопс. То есть использование углового пространства в максимально удобном исполнении. То же самое снизу. Раз. И два. Так, раковина-бланка. Удобный тоже смеситель. На магнитике, кстати, не надо ничего никуда запихивать. Раз, все, и примагнитилось. И вот на эту обратить внимание деталь. Это встроенный пылесос. То есть можно весь мусор, который здесь, метелочкой вот так скрести. И потом ногой раз. И все засосало. Такая система, конечно, отдельно не устанавливается. Она идет в совокупность с системой центрального пылесоса, которая установлена по всему дому. Вот, множество различных аксессуаров. Дом уже не только подтапочки. Много даже и посуды разные, и аксессуаров. Здесь у нас духовой шкаф с микроволновой печью. Гогенау. Очень стильно смотрится. Пожалуй, наверное, самая такая передовая и современная техника. Здесь же кофемашина на Wi-Fi. То есть можно будет, видимо, себе кофе с утра заранее приготовить. Ну и снизу уже известный вам подогреватель тарелок. А здесь двойной винный шкаф Липхер. И вот такие интересные всякие вещи. Три розетки, два USB на электропривод. Как раз нажал, и все ушло. Ну, соответственно, открыть – то же самое. Ну что, удобно? Нормально, да. Долго только, долго. Так мы же же ускорили. Если говорить вообще про стандарты дома, то здесь, например, вот это напольное покрытие выполнено из натурального камня. Это такой серебристо-серый травертин. И он использован везде, где, собственно, вот такие каменные полы. И стоит сказать про выбор самого цвета. Он вроде бы светлый, но с таким легким оливковым отливом. И очень по-разному смотрится в разном освещении. Когда дневное освещение, когда вот искусственное освещение. И переливается при этом это все один и тот же цвет, одна и та же гамма. И еще интересно, что производитель краски – известная компания Farrow & Ball, английская. Их особенность в том, что они замешивают краску только у себя. Продают ее в банках. Невозможно попросить их замешать какой-то свой цвет. Но у них, в принципе, палитра достаточно большая. И вторая особенность – это качество нанесения. То есть вы получаете не окрашенную стену, а полностью готовую поверхность. Как будто в цеху это покрасили. Друзья, и время для рубрики «Умники и умницы». Проходим в столовую-гостиную. Я вам расскажу немножко про ворм-минимализм. Или, как по-русски, теплый минимализм. Вот этот стиль, он начал набирать обороты после пандемии, когда люди стали очень много проводить времени дома. Вот, ну и тревоз, некая эмоциональная разгрузка. И вот стиль теплого минимализма с этим отлично справляется. Главная задача этого стиля – это создавать визуальный комфорт. И в отличие от канонического минимализма, которому присущи строгие линии, перпендикулярные углы, холодные оттенки, для теплого минимализма, наоборот, характерны теплые цвета. Это, может быть, и бежевый, и коричневый. Это органических форм мебель, а также это еще и многослойные натуральные фактуры и микс старых и новых предметов. Теплый минимализм ценят за способность создавать мирную, безмятежную атмосферу и при этом сохранять очень функциональный и комфортный интерьер. Так, давайте теперь про столовую вам расскажу. Включим везде свет. Шикарный просто стол. Даже не один, а два стола. Это компания Molteni NC. Деревянный каркас, массив бука. Также стекло и алюминий. И вот задача была, собственно, сделать большой обеденный стол. И если бы это был монолитный стол, то его просто сюда бы не затащили. Это, в принципе, один здесь каждый, такой весит очень немало. Ну и, собственно, взяли два квадратных стола, объединили, и получился вот такой классный стол на 12 посадочных мест. Посередине расставляются все блюда. Вот, и у каждого достаточно места для столовых приборов, для тарелки и еще по бокам бокаловым. То есть очень комфортно, и никто никому не будет мешать локтями. Очень здорово. По кругу стола стулья Galotti Enredis и два больших светильника. Морсет, модель Богеми. Ну, действительно, что-то богемское в этом есть. Друзья, вы задумывались о том, где хранить посуду для, например, того, чтобы сервировать стол под 12 гостей? Вот, собственно, с кухней таскать посуду очень неудобно. Плюс там просто места столько для хранения не будет. И вот здесь вот два больших шкафа. Раз, два, три, четыре полочки. Соответственно, можно хранить огромное количество посуды. Сервировал, ну, естественно, потом помыл и обратно сюда положил. Но самое главное, что именно сама сервировка будет очень быстро происходить. В этом уголке небольшая зона отдыха. Можно, собственно, покушать, а потом здесь посидеть, попереваривать. Кресло B&B Italia. Небольшой книжный такой шкафчик, мини-библиотека. Ну и место светлое с огромным окном с видом на участок. Здесь, кстати, встроенная потолочная акустика. И когда мы сюда пришли, здесь везде играла музыка. И на террасе, и в доме. Ну, естественно, попросили выключить, чтобы YouTube не забанил монетизацию. А так, собственно, мультирум везде. И очень приятная подборка, кстати, музыки. Вот, мы свою вставим. Картины. Такая вот сакура, что-то легкое японское. Дэмиан Хёрст, автор. Кстати, если вы не знали, то сакура – это не какой-то конкретный вид растения. Это собирательный образ, который включает в себя и вишню, и сливу, и черемуху. То есть те растения, которые так розовым цветом цветут. Друзья, кстати, у меня в подписчиках есть не просто архитекторы, а настоящий гуру архитектуры. И я периодически обращаюсь к ним, чтобы мне помогли с какими-то деталями, с какими-то терминами. Так и здесь произошло. Я обратился к своему подписчику. Он, между прочим, профессор архитектуры в Каимбарском университете в Португалии. И я ему отправил проект этого дома. И он мне дал какие-то интересные наводки, о которых я вам сегодня в выпуске расскажу. Но самая главная наводка. Он сразу своим наметанным глазом обратил внимание. А мне кажется, что вот в этом помещении гостиной выдержан идеально принцип золотого сечения. И действительно, мы вот эту спиральку наложили, и оно действительно все от центра прям раскручивается и попадает. Также тоже самое правильные пропорции помещения самой кухни. Там тоже принцип золотого сечения. В общем, наши выпуски становятся не только развлекательными, но еще и полезными. И очень интересное вообще решение по гостиной. То есть, с одной стороны, это такое вынесенное помещение с хорошим видом. А с другой стороны, сама форма интересная. То есть, это не стандартный прямоугольник, а это трапеция. Здесь нет прямых углов как таковых. Но для привычности, для человека, архитектор вывел вот эти прямые линии в виде вот этого подоконника, который еще является тумбой для телевизора. И ту же линию повторил полностью по потолку. И ты, когда сидишь на диване, ты, собственно, обращаешь внимание, что вот это прямая линия. И в этом, кстати, подоконнике множество систем хранения, которые вообще практически даже и не видно. Но зато столько всего туда может поместиться. А столовую от гостиной разделяет вот этот центральный элемент в виде камина. Здесь большая топка, и она ничем не перекрыта. Это намеренные решения архитектора. Он вообще считает, что если от камина нет дыма, нет запаха, ну, естественно, в умеренных количествах, то, конечно, легче тогда просто на экране огонь включить. Вот. А здесь все такое настоящее, брутальное. Вот. Это самодельная топка, дымоход. Он же повторяет еще по диаметру колонну. Здесь же очень удачно расположена дровница. Есть определенный запас дров на пару-тройку растопок камина. И облицован камин листами из латуни итальянского производства. А сверху еще топ также из травертина. Друзья, наверняка вы уже обратили внимание на это очень интересное кресло. Это компания B&B Italia. О, вообще просто потрясающая с точки зрения комфорта, эргономики. Но у этого кресла очень интересная история. Давайте я вам прям зачитаю, чтобы всю идею рассказать. Форма кресла олицетворяет образ богини плодородия, так как имеет мягкие закругленные формы. Она скована стереотипами о материнстве и образе женщин в обществе. А пуф, привязанный к креслу, является некой цепью с грузом на женской ноге. Кстати, его можно использовать в том числе, чтобы просто тоже посидеть. А вообще дизайнер этого кресла Гаэтана Пише считает, что женщины всегда были невольными пленниками самих себя. Вот почему он решил придать этому креслу такую форму с мечом на цепи, традиционный образ заключенной. Ну а мне, если честно, больше нравится идея матери с ребенком. Ну вот, когда вот так кладешь, получается, что вот ребенок на руках у матери. А вам какая концепция больше нравится? Кстати, есть еще и версия детского кресла, тоже очень симпатичная для детских комнат сам этого. И, собственно, давайте перейдем к другой мягкой мебели. Это диваны фирмы Living Divany, модель NeoWall. И посмотрите на эту компоновку. То есть есть как раз центральная часть диван, которая смотрит прямо на телевизор. Есть такой приставной пуфик рядом с камином. Есть вот этот отдельно диван, который как будто бы прям вообще на улице находится за счет того, что со всех сторон окна. И также видно камин и чуть-чуть под углом телевизор. Посередине большой журнальный столик, очень приземленный. Ну и вообще диван сам не очень высокий. Друзья, вы все время говорите вот про уют в домах, да? И часто пишите, что вот дом похож на офис, да? Какое-то там безлюдное, безжизненное пространство. Вот, но, во-первых, стоит сказать, что уют создается за счет декора, за счет наполнения. И здесь, на самом деле, очень много этого всего и уже по-другому воспринимается. Вот, а во-вторых, собственно, и стиль диктует тот самый уют. То, что я говорил про теплый минимализм. А здесь еще и сочетание других тенденций. Например, есть такое понятие, как «хюге». Оно происходит из здания, и у него нет четкого перевода, но оно означает некую концепцию, при которой уют в доме создает счастье. Но, собственно, и строим мы дома ради того, чтобы испытывать счастье и уют. Это, собственно, одна из основных составляющих этого. Вот, плюс еще тенденция, например, в сторону Японии. Да, мы видели и вот такие картины сакуры, другие какие-то элементы японские. Вообще, я вижу все больше и больше элементов в Японии и в дизайне, и в архитектуре. Я и сам себе строю дом с элементами японского стиля. То есть нахожусь в фарватере трендов. Ну и, собственно, у японцев очень классные такие концепты, которые очень близки как раз к пониманию уюта. Вот, например, этот светильник. Это отсылка к японским традиционным фонарям аж XIV века. И это тот пример, когда традиционные предметы, в частности, вот, например, светильник, обтянут традиционной бумагой вася японской. И за счет новых технологий они получают новую жизнь и отлично вписываются в современные интерьеры. Уютно, не правда ли? И еще есть одна концепция японская, называется вабисаби. И в ней есть целые прям интерьеры. И она подразумевает то, что у каждой вещи вообще есть там своя внутренняя красота, и внешняя красота ни при чем. Вот как и здесь, например, выбраны специально архитектором плашки, с такими сучками, может быть, даже трещинками, дефектами. Потому что в этом и есть определенная жизнь. И, собственно, она и создает вот ту самую картинку, которую вы сейчас видите. В отличие, например, от преимущественного спроса российского потребителя, которые хотят, чтобы паркетная доска была абсолютно гладкая, похожая на ламинат. И я согласен, это неправильная концепция. Кстати, напольное покрытие уникальное. Оно произведено компанией Ebony & Co. Вы только посмотрите на ширину этих плашек. Это вам не просто обычная инженерная доска. Друзья, сегодня будет очень много лирических отступлений, потому что это тот самый пример дома, где как раз можно об этом, обо всем поговорить. И прежде всего хочу с вами поговорить на тему того, и вообще, с чего складывается цена такого эксклюзивного продукта. Потому что многие потребители измеряют ценой за квадратный метр. Часто звучит, да, сколько стоит построить такой дом за квадратный метр. Но в классе Deluxe настолько много нюансов, настолько много скрытых деталей, что даже невозможно вот так вот на глазок определить, реальная вообще адекватная стоимость или нет. И давайте на нескольких примерах вам это покажу. Ну, например, ландшафт. Очень мало кто закладывает вообще стоимость ландшафта. И здесь подходы могут быть совершенно разные. Например, в бизнес-классе просто прямой участок, закатали в рулонный газон, посадили по периметру туи, и это, на самом деле, для такого класса оправдано. Но в классе Deluxe, как, например, здесь, где есть рельеф, где есть перепады высоты, где просто большой участок — 65 соток, да, то, конечно, все эти суммы затрат, ну, их нельзя вообще распределять на квадратные метры. Да и вообще концепция ландшафтного озеленения, они могут в десятки раз различаться. Можно купить растения из российских питомников, можно из зарубежных, можно полноценно и правильно сделать всю инженерную подготовку участка, включая дренаж и все остальные инженерные коммуникации. А можно гораздо проще к этому подойти, и этого никто не заметит. Следующий момент — это, собственно, оснащение дома. Мы часто показываем дома, в которых нет мебели или декора. И, конечно, казалось бы, что стоит купить отдельно стоящую мебель. Но вот сделать так, чтобы это все было в единой концепции, все было занесено сюда, чтобы стены, пока заносили, не поцарапали. Это, конечно, большой труд, не на один месяц. И это работа целой профессиональной команды, которая готова обеспечить и логистику, и доставку, и закупку, и так, чтобы это все действительно гармонично выглядело. Сюда же относится и вообще разница в материалах. Где-то мы визуально практически не можем отличить натуральный камень от керамогранита, например. Но это разная абсолютно себестоимость, которая позволяет как-то в деталях сыграть и сделать более интересную, насыщенную картинку. Еще один большой блок вопросов связан с проектированием. Можно заказать проектирование за 10 000 рублей за квадратный метр, а можно выложить 35 000 рублей за квадратный метр. И тогда это определенные нормы часы суперпрофессиональной команды, которая потратит свое время и в деталях продумает все моменты по дому. И в результате вы будете жить и не будете замечать никаких ни косяков, ни проблем с эксплуатацией дома. Это те вещи, которые на первый взгляд, вот так вот на картинке посмотреть, в объявлении, они не видны. Ну и, конечно же, стоимость складывается из стоимости земли. Она зависит от местоположения поселка, местоположения в самом поселке. Ну, как минимум, эта категория, она более или менее поддается оценке. Но, тем не менее, надо иметь ее в виду, конечно же. Друзья, мне еще много чего вам нужно показать, поэтому давайте двигаться дальше. Кстати, здесь помимо музыкального сопровождения, которое вы сейчас не слышите, которое просто отключено, есть еще и ароматическое сопровождение. Вот, например, Гавана Табако от Лохербер. Пьянящий воздух свободной кубы с мягкими и сладкими нотками ванили, меда. Также все это разбавлено табаком с какой-то небольшой горчинкой. Ну, вот как-то все прям в одной концепции с интерьером. А вот, собственно, и центральный пылесос по всему дому. Ну, вы помните всю эту систему с большим шлангом. Ну, самое главное преимущество – то, что весь воздух выходит на улицу. Никакая песчинка в доме не остается. И вот с этой точки очень хорошо видно вот это панорамное остекление гостиной. Две скошенные стены полностью из стекла с видом на участок. Сейчас еще деревья расцветут, будет просто зеленая панорама. Просто шикарно. И вообще, конечно, здесь вот потрясающая игра света, тени. Все это сочетается с световыми решениями по интерьеру. И вообще, здесь очень хочу подчеркнуть правильное соотношение цветовых пропорций. И это панорамное остекление обеспечивает полную связь интерьера с экстерьером. Это очень хорошо видно по этой столовой зоне, где вот есть четкая ось. Она начинается от того окна, проходит вдоль обеденного стола и выходит на улицу. А там такой же двойной прямоугольный стол из двух квадратных столов состоящий. И дальше эта ось упирается напрямую в уличный камин. Друзья, очередная репродукция шедевра – это Дэмиэн Хёрст. Картина называется «Пятна». И художник нарисовал аж 1300 моделей вот таких вот пятен. Современное искусство. Скитлс какой-то. Слушай, Артем, ты смеешься, а человек очень много денег на этом поднял. Он сделал со своими помощниками 10 тысяч вот таких копий, перевел их в NFT-формат. И дальше, соответственно, распродал в цифровом варианте. Ну и у человека, который купил такую NFT, была возможность либо обменять на физический оригинал, либо, соответственно, оставить себе NFT. И большая часть людей, больше 50%, оставили себе NFT-вариант. Вот, и художник сделал перформанс-шоу и сжег те работы, которые не предъявили эти самые покупатели NFT. Представляешь? Не знаю, мне кажется, немножко радости добавляет в интерьер. У меня дети также рисуют. Да, конечно, пусть попробуют. Только они наклеивают из кружочков, знаешь, они делают больше. Ты делаешь кружочки-то не круглые все, вот очень разные. А вот ты знаешь, они также вырезают из цветной бумаги и приклеивают потом. Это еще… Ты можешь стать миллионером, я не скажу. Надо подкинуть им идею. Так, друзья, смотрите, здесь кружочки, да, и это опять новый тренд, который сейчас прям набирает-набирает обороты. Закругление, да, вот видите, опять в мебели, да, вот здесь вот, например, закругление в этой столешнице. Вот, дальше у лестницы вот здесь вот закругление. Но это не только красиво, это еще и функционально, чтобы не биться. Дальше вот эта колонна, например, стена тоже закруглена. Здесь такие иллюминаторы, тоже круги, да. Мне недавно кто-то из подписчиков написал, что если архитектор себя исчерпал в творческом смысле, то он начинает рисовать круги, вот. Ну, на самом деле, я с этим абсолютно не согласен. Круги в интерьере смотрятся шикарно. Так, и вот это я не показал вам. Вот дверь, pocket door, так называемая, да, но вообще она в конструктиве должна полностью заподлицо уходить со стеной. Но специально сделали так, чтобы вот это расстояние здесь оставалось. Просто исходя из опыта эксплуатации. Да, здесь есть маленький штыречек, но за него тянуть такую достаточно массивную дверь неудобно. А вот так вот за ручку взять, потянуть вообще шикарно. Ну и то, что здесь небольшое расстояние остается, вообще никак не мешает интерьеру. Так, эта лестница у нас на второй этаж, но прежде чем мы туда поднимемся, у нас есть еще достаточно помещений, которые мы посмотрим здесь. Вот такое интересное решение под лестницей. Это стол. И это классное место, где можно организовать фуршетную зону. И мало вообще кто задумывается вот о такой фуршетной зоне. Вообще мало у кого она есть. Вообще это очень удобная штука, потому что если вы активно приглашаете гостей. И вот вопрос, собственно, где гостям собираться? Там за стол сесть рано еще, не накрыли. На диване, ну там места не хватит, да? Ну это как-то тоже странно, все сидят на диване. Вот, собственно, отличная зона для оператива. Здесь какие-то могут быть конопешечки, бокальчики расставлены. Здесь очень приятно, потому что много света. С одной стороны окна, с другой стороны окна. Вот, здесь шикарная терраса. Ну и, собственно, люди здесь подтягиваются, общаются и дальше уже переходят за стол. На этом столе стоит интересный светильник от компании Artemida. Называется модель Lesbo. И это то самое органичное сочетание вот этих интересных бионических форм с функциональностью освещения. Вообще хочется сказать, что свету здесь уделено очень много внимания. И здесь вы не увидите каких-то люстр, да, с какими-то вот висячими предметами. Если это светильники, да, то в общем каком-то едином объеме и все достаточно интересных форм, размеров. И они являются хорошим дополнением вообще к дизайну интерьера. И вместе с ними все это создает единую общую, гармоничную картину. Друзья, помните, я вам говорил о том, что надо смотреть на этот объект с разных углов, да. И вот посмотрите, прямо отсюда, где, грубо говоря, уже фуршет идет, видно калитку, вход в дом. То есть можно видеть, что новые гости подходят. Очень, кстати, удобно. Друзья, ну и еще одна репродукция, это уже Бэнкси. Смейся сейчас, но однажды править будем мы. Вот так вот, жизнеутверждающе. Так, двигаемся дальше. И у нас здесь лифт, подъем альтернативный на второй этаж. Здесь вход в гостевой блок. И очень здорово, что он в отдельном крыле прямо находится. И есть возможность выхода на улицу. То есть гости могут раз, войти и выйти. Очень удобно. Гостевой блок полноценный. Даже есть своя гардеробная комната. То есть, в принципе, может использоваться кем-то из членов семьи. Само собой, все удобства. Туалет. О, кстати, ребята, вот посмотрите внимательно. Вариант, что снаружи включается только ночная подсветка. Такие встроенные в стены светильнички, которые аккуратно светят в пол, отраженным светом. То есть, ночью встал и очень здорово подсвечено. А вот, если тебе надо, уже включил здесь полный свет. То же самое включается подсветка душевой кабины. Душевая кабина имеет вот такой вот портал со всех сторон, отделанный натуральным камнем. Кстати, обратите внимание, что абсолютно одинаковый камень. Что ж, столешница, стены, да? Вот этот портал, душевая отделана, пол. Вот, все одно и то же. И вот такой вот портал, вообще, это излюбленный прием итальянских архитекторов. Их особый такой понт. Вот, ну и очень удобно, потому что ты там зашел достаточно глубоко. Закрыл эту дверь достаточно плотно. И вообще ничего оттуда не вытекает, не протекает. Можешь спокойно, в любом режиме принимать душ. Сама комната гостевая. Здесь все достаточно стандартно. Кровать метр восемьдесят, напротив телевизор на небольшом столике. Интересные такой деревянные рамки. Столики прикроватные, лампы тоже немо. А здесь уже подготовили для того, чтобы повесить новые картины. Но оставили место для творчества, для будущего собственника. Удобные кресла-кассины. Вроде бы достаточно простые. Но ты садишься там, и все, и даже вставать не хочется. Вот, и обратите внимание, здесь не панорамные окна, то есть не в пол. Но это абсолютно никого не должно смущать, потому что окна сами большие. Отличный вид за счет просто рельефа. Вид на деревья, на лес. В этом же крыле находится и спа-комплекс небольшой. Вот за этой дверью. И помните, мы говорили о том, что обязательно должна быть раздевалка. Здесь это в виде такого предбанника, который является одновременно еще и массажным кабинетом. Посередине стоит электрическое массажное кресло. Ну, собственно, сюда можно зайти, накинуть там халатик, переодеться. Вот, и пройти через душевую уже в саму спазо. Ну, был бы не я, если бы я не попробовал, как вот это все работает. Вот, смотрите, здесь есть, собственно, такое отверстие. Это для головы, то есть для того, чтобы можно было лечь на живот. Так, ну, здесь все просто. Так, вот это вот наверх все вместе поднимается. Спинку опускаем. Интересно, одновременно… О, можно одновременно и спинку опускать. Под ноги вот эту штуку. То есть оно полностью превращается в такое… Переводится в горизонтальное положение. Так. Ну и, соответственно, можно вот это все повыше сделать. Кстати, heating system, пожалуйста. Можно подогрев включить, как подогрев сидений. Ну и, собственно, вот массажист приходит и начинает массировать тут со всех сторон. Вообще красота! Слушай, я опять в матрице. Тема, смотри. Да? Да, я тоже похожа. Так, ну ладно. Что, давай теперь в обратное положение все это приведем. А что-то не ляжешь, что ли? Давай ложись. Сейчас тебе будем массаж делать. Да? Подожди. Так надо было пониже опустить-то. Ой. В костюме ради можно массажить. Все, поехали там. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Звук, да? Всё, погоди. Я не всталу теперь. Ну, может, и снимать, и снимать. Еще целый второй этаж у нас впереди. Не знаю, мне понравилось на самом деле. Очень удобное, мягенькое. Здесь еще и с подогревом это вообще круто. Но его можно использовать еще и просто как обычное кресло, там, маникюр делать и так далее. А, кстати, вот оно, вот, я знаю, еще как может. Туда-сюда, вот оно. Раз, вниз головой, туда. Ну, короче, в космос готовится. Да. Ну что, так было, да? Всё, отлично. Так, что ж, двигаемся дальше. Здесь просторная душевая с двумя тропическими лейками. И я все время, когда вот вижу две лейки одновременно, говорю, это для него, для нее. На самом деле, очень редкие пары какие-то вместе принимают душ. Но, вот что, как бы мне подписчики-то подсказали, что две лейки – это классное решение для контрастного душа. То есть ты здесь включил себе горячую воду, разгорячился, а там уже холодное максимально льется. Раз, перешел, и все, и вот он, те контрасты. И потом обратно. Очень классная процедура. Я, кстати, каждый день делаю контрастный душ. Но мне приходится переключать, и в результате вот этого переключения все равно нет такого резкого контраста. Было бы здорово, конечно, когда вот из горячего прямо холодное. Так, ну и, собственно, приняли душ и пошли сюда, в самое главное помещение. Ну, здесь небольшой санузел, здесь техническое помещение, свой выход на улицу. И вот в этой части можно установить купель. Все выводы там сделаны. И это, конечно, классное место как раз вот на углу участка с полной зеленью. Так, ну, собственно, здесь у нас сауна. Вот здесь включается с пульта. И вот посмотрите, как интересно обыграли это помещение. То есть, с одной стороны, можно было бы вообще полностью вот это сделать парилкой, да? Но представляете, какой объем воздуха приходилось бы греть. И это происходило бы при помощи гораздо более мощной печки. Съедало бы больше электричества. А главное, толку-то от этого сильно больше не было бы. Вот, а так, сделали вот это ограждение, то есть ограничили объем воздуха. Вот, собственно, сама парилка, причем достаточно вместительная. Сюда спокойно шесть человек сядет. Вот, ну и электрическая печка, которая здесь нагревает воздух. Ну и ты не чувствуешь себя в замкнутом пространстве, потому что, собственно, вот у тебя окно еще и вид на участок. А еще посмотрите, как интересно печка встроена в полки. Я, кстати, неправильно говорил, полоки-полоки, правильно, полок-полки, да, в полках. Вот, так что запомните. Так, и напротив сауны находится хамам. Он очень необычный, максимально светлый, с классной современной подсветкой, в стиле минимализм. И это первый хамам, который я вижу с окнами. И вообще, хамам обычно делают какими-то темными. Здесь максимальное количество света, закатное солнышко, очень приятно. Купол даже, посмотрите, как тоже сделан в таком минималистичном стиле. Мойка с корабел, встроенный в стену смеситель, очень современный хамам. Следует напомнить, что это небольшой интимный спа-комплекс в самом основном доме. А вообще, основной планируется в спа-центре рядом с бассейном. Там будет уже полноценная дровяная баня. Кстати, в этом есть определенная философия. Потому что, как оказывается, очень много несчастных случаев, особенно с детьми, происходит в бассейне. И поэтому многие хотят, чтобы туда доступ был ограничен. Поэтому строительство отдельно стоящего бассейна, который, грубо говоря, там закрывается на ключе, без родителей, дети туда, в принципе, попасть не могут. Это как бы правильно с точки зрения безопасности. И за этой стеклянной дверью расположен шикарный тренажерный зал. Часто тренажерные залы делают внизу, в цокольных этажах, без окон. А здесь просто максимальное остекление, вид на участок просто потрясающе. Сделали зеркальную стену. Все как для балета. Балетный станок. Два уровня стандарта высоты. 1100 и 750 мм. Соответственно, можно и балетом заниматься. Но есть еще комплекс упражнений с резинками TRX. Поэтому можно их прицеплять и делать различные упражнения. А так вообще, конечно, можно установить различное количество тренажеров. Все выводы под розетки есть. Ничего не забыли. И вот беговую дорожку так ставишь и бежишь вперед на деревья, на свой участок. Интересные такие диванчики небольшие. Фирма Паула Ленти. Модель Float. Набитые они вот этими полистироловыми шариками. Наверное, помните, такие были подушки, достаточно популярные. Что так случилось? Я думал, сеном набиты. У сена нет в памяти. Вот ты как лег, и у тебя она запомнила твое положение. И все, ты вообще, как под тебя сделали кресло, понимаешь? Беспок кресло. Поэтому сено нет. Конечно, сено натуральное, но есть материалы хоть и искусственные, но с гораздо лучшими свойствами. На самом деле, очень удобно. Прям не хочется вставать. Так ложись, ложись. Нет, у нас солнце уже не так высоко. Четыре потолочных светильника фирмы Modulus. Модель называется Umbrella. Действительно, похожа на зонтики. Вообще, очень много здесь света. Еще вот эти зеркала отражают полностью вид от панорамных окон. Кстати, здесь недавно было разбито окно. Оно дало такую паутинку интересную. Вот. И его меняли. Вес одного окна 600 килограмм. Представляете, мы наблюдали за этим процессом. По-моему, человек 12 его несли и сюда ставили. А паутинка была очень интересная. Поделюсь своей фотографией, как это все выглядело. Как оно так лопнуло? А? Так оно так. Ну, происходит определенный момент напряжения. Вот. То есть, как бы даже производитель стекла. Нет, это вот не как бы не физически. Просто вот как-то так сложились силы. Да, что оно вот так лопнуло. Причем видно было там эпицентр, и как все это вот так вот расходится. Но это явно не удар какой-то. То есть оно само от напряжения вот лопнуло. Да, и, кстати, вот здесь вот пульт заметил. Это управление увлажнением компании Buechler. Вот, соответственно, можно здесь задать уровень влажности. И адиабатическая система при помощи форсунок сюда добавляет влажности. Очень актуально зимой. Такую же систему у себя буду делать, только уже российского производства. Импортозамещение в работе. Обязательно, да. А что, наши что, не могут, что ли, форсунки сделать? Елки-палки. Все нормально делается. Еще хочу отметить выключатели. Очень мне они нравятся. Компания CJC System. Металлическая такая рамка и очень аккуратные выключатели. Прям тактильные. Очень приятно их нажимать. Кстати, здесь архитектор, он таких консервативных взглядов. И не разделяет необходимость все автоматизировать. Поэтому здесь автоматизированы только те необходимые системы. Это отопление, увлажнение и кондиционирование. А вот свет здесь сделан по классической схеме. Ребят, ну пора двигаться на второй этаж. Но я не могу еще раз не заглянуть в гостиную, потому что, смотрите, солнце уже начинает садиться. И просто залито все им. Игра света, тени. Просто потрясающе, конечно. Как правильно нужно сажать дома. Вот, собственно, пример очень хороший. Я представляю, как можно сюда вот приехать. Вечером после работы ты сидишь, у тебя солнышко заходит. Вообще жизнь удалась. Класс. Теперь на второй этаж. Интересная лестница, кстати. У второго этажа уже ячеистая структура. Здесь четко выделены два крыла. В этом крыле находится блок из двух мастер-спален. Каждый из которых со своим гардеробом и санузлом. Давайте с этой начнем. Спальня номер один. Кровать. Какое-то сложное итальянское название. Здесь появится титр. Вот, кстати, если вдруг знаете, как это правильно произносится, запишите мне аудио, пришлите на Telegram. Рядом прикроватные тумбочки. Полиформ по 2700 евро, между прочим. Это вам не пьянка. Кто, кстати, меня часто смотрит, прикол поймет. Понял прикол? Да, да. Я подумал, что это пьянка. Я тоже подумал, что пьянка. Мне сказали, это никакая вам не пьянка. Вот, это чистый полиформ. Ну, окей. Бра прикроватный, как вы думаете? Нет, не Немо. Это Луис Полсон. Вот так получается. Ну, тоже интересные очень лампочки. Так, здесь Молтани Си, два кресла. Журнальный небольшой столик. Вид на участок. Еще одна картина. Автор Redna. Обычно названия к этим картинам нет, но где-то написано, что это Red. Красный. Очень похоже. Так, ну и здесь тоже все дерево тулепье. Встроенные шкафы, мебель. Вот. А на полу, кстати, уже здесь паркетная доска из вяза. Причем она, получается, трехслойная. То есть сам шпон, вот этот вот достаточно толстый вяза, он находится как бы и сверху, и снизу для того, чтобы доска не деформировалась. И удивительно то, что нельзя этот материал тонировать маслом. То есть его покрывают фруктовыми кислотами, и окончательный цвет этот материал получает через несколько месяцев в воздействии кислорода. Удивительно, правда? Здесь небольшое рабочее место, очень интересно вписанное вокруг колонны, или даже описанное вокруг нее. Вот. Я делаю вывод, что если вдруг эти две мастер-спальни делить между мужем и женой, то это, скорее всего, достанется мужу. Более такая она мужская. Так, здесь при этой спальне есть свой санузел. Несмотря на то, что здесь два санузла, они полноценны. То есть в каждом есть ванна, душевая кабина, унитаз, биде, две раковины. И если мы говорим про девелопмент в премиальном сегменте, да, не вот делюкс, как здесь, то все равно перед девелопером всегда встает вопрос оптимизации, как лучше сделать. Здесь такой задачи не было, оснастили полностью, поэтому возможны абсолютно любые сценарии. Здесь тоже интересный эффект, так же, как в гостиной. То есть сама стена не ровная, а за счет зеркала мы выравниваем вот эти поверхности. Плюс вот эта подсветка, вот она сейчас была включена как раз. Очень интересно светит этот свет. То есть вот есть направленные вниз светильники и светильники, которые светят на стену. Получается отраженный свет, очень мягкий, который заливает лицо и очень хорошо себя видно. То есть для женщин тоже будет актуально. Обращаем внимание на детали хоум-стейджинга, уже полотенчики. Французский бренд Шале, ароматизация. Раковины Веллерой Бог, отдельно стоящая ванна Солини. И смотрите, тоже деталь, обычно встроенный в пол смеситель ставят напротив окна, а здесь его развернули для того, чтобы был полный вид на участок. Так, мы туда еще обязательно выйдем, там терраса. Здесь у нас отдельный кабинет с унитазом и беде. И опять же, вот та самая ночная подсветка. Давайте ее включим, посмотрим. Вот, все работает, отлично. Датчики защиты от протечки воды. Ну вот так закрылся и все. Отлично, никаких запахов нет. Так, а здесь просто просторнейшая душевая кабина со встроенным в пол трап. Он минималистичен прямо на углу со стеной. Тропический душ обычный, все так же закрывается и спокойно принимаешь душ, вообще не боясь то, что где-то что-то разбрызгается. Ну и, соответственно, всякие держатели для аксессуаров. А теперь давайте выйдем на террасу. У меня, к сожалению, нет пульта управления шторами. Так вообще здесь все автоматизировано. О, красота! Можно вот так раскрыть, и ты практически на свежем воздухе. При этом тебя никто не видит, потому что терраса. Ну и посмотрите, этот прекрасный вид вдаль. Вот то самое отсутствие границ, заборов, визуальных препятствий, о котором и говорил архитектор. По сути, у нас вдаль удаляющийся вид. Видна церковь. Николай Чудотворца, кстати. И прекрасная возможность для того, чтобы насыщаться. Собственно, у тех людей, у которых живут, у них есть возможность наблюдать вдаль. У них гораздо лучшее психологическое состояние. И стоит сказать, что эта просторная терраса еще является одной из возможностей доступа из одной спальни во вторую. Так, друзья, еще забыл сказать. На полу итальянский мрамор забрино от слова «зебра», то есть такой полосатенький. Ну и давайте пройдем через гардеробную. Она является второй возможностью прохода из одного блока в другой. Ну, собственно, со всех сторон шкафчики, вешалки, очень много пространства. Все сделано также из одного и того же дерева. И попадаем во второй блок. Собственно, сама спальня. Тот самый выход на террасу, который мы уже видели. Так, ребят, ну это просто невозможно все эти марки запомнить, все модели. Вот, поэтому просто буду называть. А вы, ребят, монтажеры, не забудьте там титры подписать. Итак, это у нас кровать метр восемьдесят. При ней две прикроватные тумбы. Светильники мы уже видели. Тумба под телевизором. В углу стоит кушетка прямо напротив окна. Здесь вот небольшой шкафчик. Можно расставить книжки. Уже часть расставлена. О, кстати, ребят. Архитектор Александра Федорова. Мы один дом уже снимали с Александрой. А здесь рядышком, буквально через один домик, строится еще. И я надеюсь, что когда он будет закончен, мы обзор по нему тоже снимем. Если хотите, поддержите, пожалуйста, в комментариях. Буду потом отправлять и говорить, что вы хотите посмотреть дом Александры Федоровой. В этом углу стоит небольшой туалетный столик, обтянутый кожей со стулом. В прям угловом остеклении с видом на тот самый участок с деревьями и с оврагом. И два больших, очень приятных тактильных светильника из ткани. Так, ну и, собственно, здесь проход у нас. Такая длинная гардеробная. Очень удобно, потому что как раз у тебя на расстоянии вытянутой руки все находится. Автоматически включается подсветка. Ну и, собственно, там можно после душа пройти, одеться и уже выйти из этого блока. Ее можно еще и закрыть. Здесь тоже те самые покет-дор с двух сторон. Раз, и все закрыто. Здесь они уже скрываются заподлицо. Проем не очень большой, любое расстояние уже будет его еще сильнее сужать. Давай отсюда попадаем в основную ванну. Все никак не могу привыкнуть, что снаружи включается только такой контурный свет, а здесь уже внутри основной. Ну и мне кажется, что это на самом деле правильно. Здесь тот же самый набор, который мы уже видели. Просто немножко другая конфигурация. Особенно мне нравится, как, интересно, поставили вот эту отдельно стоящую ванну прямо в угловом остеклении. И каждый раз дизайнер ломает голову, как устроить отопление вот в этой зоне с панорамным остеклением рядом с ванной. Здесь оригинальное решение. Декоративные решетки из такого же мрамора с аккуратными прорезями. Естественно, все это под необходимую геометрию выпилено. Очень аккуратно, красиво смотрится и функционально все это обогревает эти панорамные окна. И тоже мне часто пишут, а что же будет, если вот вода выльется в радиаторы? Ну, ребят, здесь что делать? Либо красота, либо функциональность и удобство в эксплуатации. Часто выбирают именно в пользу красоты. Соответственно, просто надо будет очень аккуратно пользоваться ванной и вот так вот не плескаться. Собственно, кто здесь будет вот так плескаться? А что касается душевой и самого туалета, то они выполнены в той же самой концепции. То есть в отдельных помещениях и закрыты стеклянными дверями. Ребят, про сам мрамор забыл-то вам рассказать. Это известный карарский мрамор. Он добывается в Апуанских Альпах в Италии. Он, на самом деле, очень тонкий. И это одна из самых ценнейших пород мрамора. А карарский он называется, потому что населенный пункт называется Карара. Очень легко запомнить. Так, ребят, про тренд на закругление я вам уже все уши прожужжал. Но обычно мы его видим на углах стен. А здесь, посмотрите, на стыке потолка и стены. Вот это вообще потрясающее решение и очень круто смотрится. Ну и, собственно, третий вариант, как можно между разными блоками пройти, это вот через эту дополнительную гардеробную, можно тоже ее так назвать. Но здесь уже не для вещей, а для складирования, не знаю, чего угодно. Огромное количество шкафчиков. Хотя нет, вот тоже вешалки здесь есть. И можно что-то сюда повесить. Вот для обуви здесь шкафчики. Вот, но все закрыто. Соответственно, не пылится и не выцветает. Ну и пойдемте дальше. О, кстати, ребят, вот меня по моему проекту ругали за длинный коридор. А посмотрите, как здесь итальянский архитектор распорядился. О, какая длина. И выглядит абсолютно нормально и адекватно. Так что мы в тренде. И здесь нас ждут две репродукции. Энтони Громли – автор обеих картин. Эта картина называется «Filling Material». Эта картина «Space», типа «Космос». Вот, это, кстати, очень интересно. Напоминает такой крестик из рук, ног, головы человека. И этот художник каждый год рисует похожую картину, но где-то что-то меняется, где-то линия по-другому, где-то какой-то элемент возникает и продает их за 4-10 тысяч евро. Казалось бы, все очень простенько, но чуть-чуть что-то меняет, и вот, пожалуйста, вечно-вечно может писать такие картины. И помните, я говорил, что надо смотреть на этот дом и на его пространство с разных ракурсов, потому что они по-разному раскрываются. Вот посмотрите, например, вот с этой точки, где сейчас Артем, мой оператор, стоит. Какой прекрасный и интересный ракурс. А вот если, например, с той стороны подойти, вообще тоже очень забавно получается. Ребята, теперь вот с этого ракурса посмотрите. Совершенно все по-другому, хотя вроде бы одно и то же помещение. Панорамные окна, лестница. Класс вообще. Друзья, мы редко рассказываем про поселки, потому что часто это бывает. Во-первых, очень известные поселки, по которым и так много информации в интернете. Во-вторых, нам не очень рады со съемками, особенно в общественных местах, где их нужно согласовывать. Но про поселок Дарьино-Успенское хочется отдельно рассказать. Несколько слов хотя бы. Во-первых, классная локация. Он находится между первым Успенским шоссе, и есть еще заезд со второго КПП в районе Дарьино. То есть очень удобная локация с точки зрения доступа с Рублевки. Плюс еще с платной трассы. Скоро откроют платный объезд еще и Кутузовского проспекта, и будет прямая дорога до Москва-Сити. За 30 минут можно будет отсюда доехать. Вообще мало кто знает про этот поселок. Девелоперы, жители, владельцы этого поселка хотели сделать такую очень тихую, спокойную локацию. Здесь действует фейс-контроль. Здесь не просто так вот пришел, деньги заплатил и купил земельный участок. Нет, такого не будет. Здесь смотрят и одобряют каждого конкретного будущего жителя. Очень классная природная составляющая. Сам поселок не только расположен в окружении реликтового леса, но еще и часть поселка расположена непосредственно в лесу. Здесь благоустроена дорожка для пеших прогулок. Съезд автомобилей в эту часть поселка закрыт. Покрытие — асфальт. Удобно прогуливаться с детскими колясками и ездить на роликах и самокатах. Это очень тихое, спокойное место, расположенное в окружении уже сложившейся частной застройки. То есть здесь никогда не появятся многоэтажки или какие-то промышленные объекты. Нулевые риски. А концепция проекта — это низкая плотность застройки, большие участки. А в центральной части поселка, в принципе, отказались от застройки. И сейчас эта площадка используется под игру фризби. Самое большое поле для игры фризби в России. И также еще можно играть в бочу. Она же называется питанг или буль. Очень классная прогулочная инфраструктура в поселке. Помимо пяти гектар, где расположены воркаут, спортивные площадки, детские площадки, есть еще и сами дороги внутри поселка. Здесь односторонние движения и изогнутые улицы. Сделано это намеренно. Во-первых, чтобы машины сильно не разгонялись. Во-вторых, чтобы можно было ездить на тех же велосипедах, на роликах или с коляской прогуляться. Здесь действуют очень строгие регламенты на строительные работы, на шумовые работы и на доступ гостей. Так, друзья, теперь посмотрим кабинет. У нас уже немножко вечереет. И это очень здорово, потому что можно будет полюбоваться тем, как устроено освещение в этом доме. Даже на примере этого кабинета видно, сколько различных вариантов освещения есть. И такой светильник на потолке, и различные напольные торшеры, и настенные бра. А еще вот очень интересная тема — это везде, и на первом, и на втором этаже. Из пола светильники, которые, соответственно, светят на потолок в районе окон. Вообще просто какой-то сказочный эффект создают. И тоже обратите внимание, как архитектор работает с пространством. Вроде бы казалось, что это просто прямоугольная комната, но он вот раз немножко стеночку отодвинул. Она параллельно идет внизу вот этой стены гостиной. И, во-первых, появился выход на террасу. А во-вторых, немножко сломалось пространство, да, и совершенно по-другому ощущается оно. Теперь про столик хочу рассказать. Очень интересная концепция у компании Vitra, которая выпускает этот стол. Модель трапеция. И у него столешница из ламината высокого давления темного черного цвета. И вот эти ножки из гнутой листовой стали. Вообще изначально автор этого стола — это известный конструктор французский Жан Пруве, который сделал такой стол еще в 1950 году. И сейчас компания Vitra договорилась с наследниками конструктора с тем, чтобы она могла выпускать те самые модели предметов, которые он сконструировал сейчас в новом прочтении с новыми материалами. Потому что оригинальный такой стол от Жан Пруве был продан на аукционе Sotheby's за 1 472 000 долларов. — Ничего себе! — Да, вот так вот, Тём. А вот так можно просто взять и сесть, и понимать, что ты сидишь за столом с классным дизайном, с современными материалами, а в целом люди за это готовы платить такие большие деньги. Но это, кстати, тоже не дешево — 470 000 рублей, между прочим. — Тут, похоже, фикс прайс — все по 470 000. — Все по 470 000. Друзья, я тут задумался. Я снимаю «Дорогие дома» и часто являюсь той самой первой точкой касания для потенциальных и покупателей, и продавцов, хотя я не являюсь брокером. Я дальше все эти заявки после первичной обработки передаю в работу своим брокерам. Но так или иначе, я считаю, что многие меня воспринимают именно как брокера. А я всем говорю, что у каждого брокера должна быть своя специализация. И тут я подумал, какая специализация могла бы быть у меня. И вот я решил, что я буду специализироваться на домах за миллиард. То есть это дома с ценником миллиард плюс. И здесь сложилось несколько факторов. Во-первых, мы снимали сериал «Сделка на миллиард». И это очень символично. Во-вторых, мы сами, как девелоперы, сейчас строим продукт. Это три дома. Они в бюджете от 750 до 900 миллионов рублей. То есть мы очень близко подходим уже к миллиарду. Я думаю, что до него скоро дойдем с новыми продуктами. Ну и, конечно, развитие канала. Потому что в этом году исполняется 5 лет. Каналу больше доверяют. У него уже становится очень хорошая аудитория. Поэтому нас с командой пускают в том числе и в такие дорогие дома. Нам очень сильно стали доверять. Поэтому хочется специализироваться на таких сложных проектах. Потому что дома за миллиард — это множество деталей, множество нюансов. Здесь нужно обладать большим количеством знаний, компетенцией, разбираться в куче разных деталей. И я так могу сказать, что на текущий момент я не вижу брокеров, которые могли бы настолько скрупулезно и детально вникать в такие проекты. И часто просто они по уровню не дотягивают до того, чтобы презентовать правильно такой объект. Поэтому я вижу в этой сфере, что называется, голубой океан и начинаю его штурмовать. Если вдруг у вас есть собственный дом или вы девелопер, продаете или планируете строить, строите уже такой объект, то я с удовольствием его изучу. Потому что я уже начал собирать базу. В моей базе уже 52 дома свыше миллиарда рублей. И я могу так сказать, что действительно хороших, качественных объектов, современных, их не так много. И я считаю, что дом за такие деньги должен быть вне времени. Он должен быть сохранением огромного капитала. Я как раз в этом хочу максимально разобраться, чтобы иметь возможность покупателю потенциальному доносить информацию о том, что стоит покупать, а что нет. Всегда можете написать мне на мою почту alexsobakovesco.ru по любому вопросу, связанному с домами на миллиард. И не только. Друзья, мебелью здесь сильно грузить не буду. Тумба MDF Italia, диван Flexform, кресло Meridiani. Двигаемся дальше. Ну и, собственно, отдельное крыло с блоком детских комнат. Здесь две детские, абсолютно симметричные и по размерам, и по геометрии. Площадь 25 квадратных метров. Первая такая больше мальчишеская, American Style. Настроение задают картины, например, Kit Harting Ballet, очень своеобразная. А вот здесь отсылка Studio 54. Кто-то из архитекторов, кто знает, тот поймет. Рабочее место. Очень удобно, можно даже вдвоем друг напротив друга заниматься, например, если репетитер пришел. И интересная рамка у телевизора, стилизованная под каждую комнату. А теперь самое интересное – это вот эти светильники. Вы, наверное, их уже заметили. Это компания Floss. Светильники называются Visconti. Мне почему-то ассоциации сразу с сахарной ватой. Знаете, вот как где-то так наматывали. В принципе, технологии очень схожи изготовления этих светильников. Я посмотрел видео, как это делается. Вам с удовольствием в кадры какие-то покажу. То есть делается каркас вот такой вот. Дальше берется специальный полимер, который называется какун. Сначала он в виде таких как будто бы паутинок, вот. Ну и начинает вот отвращаться, и вот эти паутинки наносят. То есть делается основа. А дальше уже жидким полимером из пульверизатора наносит дополнительный слой. Когда это все высыхает, образуется вот такой вот плотный обволакивающий абажур. Выглядит абсолютно фантастически. Может быть разных размеров, форм. Очень напоминает девушку в обтягивающем платье. Индивидуальных гардеробных при детских нет, но есть вот такие встроенные шкафы. Очень круто выглядят. Ну вообще и сюда уже достаточно много всего поместится. Но есть еще и отдельная гардеробная на две комнаты. Так, ну и собственно свой санузел в каждой детской. Соответственно душевая, унитаз, биде, раковина, большое зеркало. И посмотрите, какое оригинальное решение. Это световой фонарик. Вот такой вот толстый пирог крыши. И оттуда через такую вот линзу поступает много солнечного света. То есть вроде бы помещение без окон, но тем не менее дневной свет здесь есть. И еще интересное решение. Обычно кнопки смыва у инсталляции ставятся в стену. А здесь сделали это вот в такой горизонтальной плоскости. На самом деле выбор таких кнопок не очень большой. Ну получается тоже здорово и еще экономится пространство. Потому что вот эта глубина, она не зашита. А здесь вставлено зеркало. Ну давайте сразу заглянем в гардеробную общую, раз она у нас по пути. Своё окно есть. Вот здесь система хранения. И вот с этой стороны полочки. И еще вот такой дополнительный закуток для обуви. И сразу же рядом вторая комната. Она уже немножко поспокойнее, но концепция по планировке ровно такая же. Ну и небольшое отличие этой спальни в том, что она чуть более светлая. Потому что есть еще дополнительное окно, которое смотрит на юго-восток. Мне кажется, что по стилю эта комната, конечно, чуть более подростковая для более старших детей. И интересная особенность планировки детского блока. То, что у них помимо своих спален есть еще и общее игровое пространство. Здесь же можно, например, какими-то хобби заниматься. Делать уроки с репетитором. Абсолютно автономная и светлая комната. Вот здесь за шкафчиком еще есть ниша, где можно установить дополнительно какую-то небольшую кухоньку. Все выводы необходимые здесь есть. Смотри, как все у меня светится. Мэджик. Мэджик. Красота. Вообще. Вот так ходишь и каждый раз что-то новое замечаешь в этом доме. Я уже здесь третий раз. Тема, вот еще вечером не был. Но вообще, конечно, ощущения просто потрясающие. Друзья, ну и находясь в детском блоге, не могу не прорекламировать наш новый детский ютуб-канал 2.3, который мы ведем вместе с моими детьми Ангелиной и Андреем. Уже вышло несколько выпусков, коротких роликов. Нам самим очень нравится. Вроде бы даже есть какая-то отдача от аудитории. Канал развлекательно-познавательный. В принципе, изучил весь ютуб и ничего подобного в нем не вижу. Поэтому с удовольствием буду рад, если вы поделитесь ссылочкой на канал, который находится в описании, своими детьми. Пусть подпишутся, смотрят. Плохому точно не научим. Так, ну что, вроде бы на втором этаже все закончили. Но у нас остался еще лифт. Сейчас расскажу вам, как он работает. Здесь очень здорово это все продумано. Есть отдельный лифтовый холл. Очень здорово, потому что это все скрыто и не видно со стороны лестницы. Вообще, конечно, лифты в загородных домах такая штука очень нужная. Редкая, конечно, немножко медленно ездит. Но они незаменимы, когда, например, тебе нужно собрать кучу вещей в поездку. Представляете, чемоданы эти все. Раз, сюда закатили и спокойно спустили. То же самое наверх потом и разобрали. Ну что, я поехал и внизу вам дорасскажу, в чем преимущество лифта в загородном доме. А вы пешочком по лестнице. Ну что, я, кстати, приехал быстрее ребят. Они просто здесь попросили это, пока шли, чтобы я закрыл дверь и открыл. Так что нормально, работает все очень быстро. Вот, ну и второе преимущество для маломобильных, собственно, жителей дома. Да и вообще, вот ногу сломал, что делать? Вообще, как ты до спальни доберешься? Или на первом этаже в гостевом блоке жить в это время? Так, друзья, у нас осталась еще техническая часть дома. На кухне мы уже были, ее даже немножко видели. Все в этом доме сделано для того, чтобы не пересекались пути хозяев и обслуживающих персонал. Но при этом было удобно все это эксплуатировать. Например, за этой дверью находится кладовая. Она еще не оборудована. Ну, можно хотя бы понять, какое пространство там есть и сколько шкафов туда поместится. То есть можно прямо с кухни раз сюда и что-нибудь забрать. То есть можно поставить дополнительные холодильники, полки для хранения посуды, продуктов и так далее. Вот это кухня шеф-повара. Здесь пока временный склад, поэтому мы туда не попадем. Давайте я включу свет. Как минимум тоже можно окинуть это пространство взглядом. Техническую кухню не стали оборудовать по одной простой причине. Просто из опыта. У каждого шеф-повара свой подход к оборудованию. Поэтому в будущем, кто решит нанять себе шеф-повара и получит проект от него по оборудованию этой кухни. А вот постирочную уже оборудовали полностью. Здесь аж две стиральные и две сушильные машины АСКО. Здесь прям такой целый стиральный цех. Ну и, соответственно, оборудование шкафчиков, раковина, множество мест тоже хранения. Так что можно уже полностью переезжать и пользоваться. Без технической кухни как-то можно прожить. Без постирочной прожить нельзя. Так, ну и посмотрите тоже концепцию архитектора. Огромное панорамное окно, даже два окна, которые как раз дают сюда много света и прозрачные двери. Для того, чтобы обслуживающему персоналу можно было заниматься нормально своей работой. Так, давайте посмотрим, что здесь. Такие интересные двери с иллюминаторами. Вход в гараж. Очень просторный, на три машины. Плюс еще вот здесь вот пространство остается. Посмотрите, картины даже для гаража приготовили. И вот здесь вот как раз вход через этот тамбур, который я вам уже показывал, в основную часть дома, когда приехал на машине. Выводы под мойку. Автоматические ворота. Шнайдер Электрик. Зарядка для электроавтомобиля. Так, здесь у нас котельная. Собственно, система увлажнения. Модуль умягчения воды. Это все, что связано с фильтрацией и водоподготовкой. Завод газа. Насосные группы. Все четко подписано в рамочках. Само собой, есть отдельный вход. Плюс вот такие интересные вентиляционные решеточки с задвижками. Раз. Раз. Вон, воздух, кстати, сюда идет, поступает. Два навесных котла, это Дитрих, работают в каскаде. Расширительный бак и огромный бойлер косвенного нагрева. В принципе, все понятно, все логично. Так, и еще одна дверь. Здесь электрощитовая, встроенный пылесос и небольшое такое техническое хранилище. Так, ну что, с техническими помещениями закончили. Осталась у нас квартира для обслуживающего персонала. В этом плане здесь все очень удобно. Там спуск в техническое подполье. Не знаю, я посмотрю хоть. Ну, все понятно. Здесь небольшое такое техническое подполье, примерно, не знаю, метр двадцать. Вот, собственно, развод всех канализационных труб. Вот, водопровод, завод воды. Вот, какие-то, ну, какие-то системы еще хранения здесь. Не буду вам показывать. Это пусть обслуживающий персонал этим занимается. Который, собственно, входит через вот эту дверь отдельно. И может напрямую подняться к себе в свою комнату. И это даже не комната. Это полноценная квартира площадью 97 квадратных метров с тремя комнатами. Первый – это общий зал кухни. Такая небольшая студия. Но тоже посмотрите, как все сделано. С большими окнами, с видом на поселок. С этой стороны, соответственно, кухня. Все установлено. Неф тоже очень качественная техника. Мойка, холодильник. Даже есть своя кладовая. О, вот это уровень хоместейшн, ребята. Посмотрите. Класс. Обожаю. И даже здесь, кстати, вот встроенный пылесос, пожалуйста. И вообще, подход к этой квартире был с применением качественных материалов. Практически такие же, которые используются и в доме. С тем прицелом, что, например, не знаю, дети выросли, хотят какой-то автономности. И вполне могут здесь спокойно жить. Вот у них своя тут кухня. И они меньше пересекаются с родителями. Очень, кстати, важное. Иногда. В определенном возрасте. Так. Здесь встроенные шкафы. И две комнаты. Спальня номер один. Посмотрите. Наверное, это самая лучшая квартира для персонала из тех, которые мы показывали. С настоящей заботой вообще об обслуживающем персонале, который будет себя здесь очень мотивированно чувствовать и очень хорошо работать. Своя небольшая гардеробная комната. Так. Давайте. Куда? Артем. Лево, право, право. Давай. Хоп. А здесь вторая комната. Кровать сдвоенная. Можно раздвинуть. Соответственно, может два человека отдельно спать. Здесь уже гардеробной нет. Есть встроенные шкафы. И на две комнаты есть один общий санузел. Посмотрите тоже, как все сделано. И биде, и унитаз, и раковины. И вот даже вот такие вот системы интересные хранения. Не во всех домах бизнес-класс такой ставить. Просторная душевая. И тоже машина стиральная АСКО. О как. Кстати, все актуальные предложения домов с отдельным блоком для персонала Вы всегда можете посмотреть на сервисе homehunter.ru. Ссылочку на выборку я оставлю в описании выпуска. Друзья, мы показываем огромное количество дорогих объектов. Делаем обзоры домов. Но часто строительные компании, девелоперские компании остаются за кадром. А ведь это Deluxe сегмент. Каждый объект абсолютно уникален. И у нас есть уникальная возможность пообщаться с Денисом. Денис, я рад, что ты приехал к нам в офис. Денис, это компания Tech Art Development. Компания, которая, я бы сказал, осуществляет многоточный девелопмент. Потому что конкретно, например, в Дарине, Успенской аж три дома строятся. Денис, расскажи, как ваша компания ушла в девелопмент в таком, очень даже узком сегменте достаточно дорогих домов. Мы работали в этом сегменте достаточно продолжительное время. Просто мы немножко ушли в такие авторские проекты. Если ты уходишь в сегмент ниже, то есть ты должен искать компромиссы. То есть принципиальные компромиссы. И заказчик все-таки требовательный к качеству. Это не первый дом, как правило, такие покупки. Это третий, а то и четвертый дом. И когда человек приходит, он видит, из чего это состоит. Собестоимость проекта везде одинаковая. Разница только может быть в костах управляющих компаний, которые занимаются поселками, и ограничение времени работает. На саму стройку это вообще никак не влияет. Почему все-таки выбор пал на итальянского архитектора? У нас нет хороших специалистов в России? В первую очередь, конечно, опыт человека, который занимается проектированием, строительством, обладает такой колоссальной базой в размере 45 лет. Это все равно очень сильно сказывается на результате. Это первое. Второе. У нас диалог сводится к минимуму. То есть профессионал во всем от начала до конца. То есть у нас нет никаких спорных моментов. То есть если мы выказываем свои пожелания в плане площадей, я не знаю, второго какого-то света, еще чего-то. То есть он слушает внимательно, но в итоге все равно приводит все к своему обоснованному решению. Его вообще глобальная концепция, которая мне близка, то есть дом это немножко умная субстанция, которая помогает тебе жить. Она тебе не мешает, а помогает. То есть он должен быть интеллектуально удобный, он должен быть комфортный. А вот все-таки он больше концептуалист или он вникает в детали, в рабочие какие-то проектирования, да? Кто вообще рабочую документацию там делает? Потому что все-таки Италия и Россия – это другой климат, и другие требования, другие нормы. И вообще у иностранных архитекторов нет такой составляющей, как рабочая документация. Рабочую документацию, безусловно, делаем мы рабоне. Они очень активно помогают нам именно в коммуникации, связанной иногда инженерные решения, влекут за собой какие-то изменения, например, экстрерьерные. Да и по интерьеру тоже очень много. Ну и по интерьеру, конечно, рабоне, они очень нам идут навстречу, и всегда у нас есть какой-то компромисс, мы всегда приходим к какому-то знаменателю. Это тоже очень важный момент. Мы в своей строительной компании, как бы всегда… У нас дилемма, да? Мы начинали заниматься именно со строительством под заказ. Вот сейчас большой крен в сторону девелопмента. Я знаю, что у вас тоже опыт был в строительстве под заказ. Какое направление интереснее, да? И на каком будет средоточено дальнейшее развитие? Это два абсолютно разных направления. Мы также… Строительная компания у нас достаточно большая, она никуда не делась, то есть мы также занимаемся строительством интересных проектов под заказчиком. Девелопмент – это другое направление, то есть оно больше нацелено на какое-то приобретение опыта, что ли, работы именно в этом сегменте. Есть некоторые решения, которые легче делать на своих объектах. Например, средний срок строительства для заказчика, начиная с выхода в землю подобного рода объекта, ну вообще полностью под ключ, в среднем составляет где-то в лучшем раскладе 3,5 года, в среднем и в таком нормальном раскладе с заменой, не знаю, комнаты, отбивки, цвета и всего остального – 5 лет. В нашем случае, то есть когда мы выступаем в роли заказчика и все согласования внутри компании проходим самостоятельно, у нас получается где-то 2,5-3 года. Ну, до известных событий, я имею в виду связанных с ограничением поставок там всяких партий, то есть 2,5-3 года – срок реализации подобного объекта – это очень хороший срок. Ну вот это одна из причин, почему нам это выгодно и интересно. Отлично, Денис, спасибо. Я знаю, что у меня есть еще множество вопросов, которые я бы хотел задать. Друзья, если напишите в комментариях, что вы хотели бы, чтобы мы записали отдельное интервью с Денисом, напишите, пожалуйста, и мы обязательно организуем отдельное интервью. Друзья, ну что ж, как это часто бывает с такими большими домами? Ушли в ночь, зато, я надеюсь, показали вам максимальное количество возможных деталей, и вы прочувствовали ту самую философию, все идеи, которые заложил сюда итальянский архитектор Лазаро Рабони. Традиционно этот дом продается. Если вы вдруг заинтересованы в его покупке, напишите мне запрос на алекс-собака-веско.ру. Пришлю вам презентацию со всеми фотографиями, планировками, описаниями, и с удовольствием организую просмотр, если он вас заинтересует. Ну и, конечно же, делитесь вашими мыслями в комментариях. Все комментарии смотрю и отвечаю лично только я, поэтому с удовольствием прочитаю ваши мысли и идеи по поводу этого дома. С вами был Алексей Аверьянов, канал недвижимости и строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok